Аркадий Мамонтов тут выпустил фильм об иностранных агентах, где уделил время и мне. Зрители моложе 30-ти могут и не знать, кто такой Аркадий Мамонтов. Четверть века назад он был очень известным телеведущим, особенно прославился прямыми включениями в августе 2000 года, когда погибла подлодка Курск. В нулевые он снимал большие пропагандистские фильмы-расследования, самый знаменитый из которых сюжет о шпионском камне, через который западные разведчики якобы передавали секретные данные. Мамонтов уже давно выпал из обоим звезд пропаганды и теперь лишь изродка выдает фильмы с разоблачением оппозиции и прочих граждан, приравненных к предателям и врагам народа. В этот раз все то же самое. Иностранные агенты на западные деньги занимаются за границей чем-то нехорошим. Чем именно нехорошим, бог весть. Выступают с лекциями и концертами, видимо. В сюжете обо мне все особенно красиво, ведь подручные Мамонтовы купили билеты, отстояли очередь, отсидели весь спектакль, включая антракт. Понаблюдали запись ролика и все заради того, чтобы разоблачить аукцион по продаже розового единорога. Максим Кац зарабатывает на всем. Вы видите аукцион. Кац разыгрывает тряпичную куклу единорога. Шестьсот разы. Шестьсот два. Шестьсот три. В итоге дешевую игрушку Кац продал за шестьсот евро. Плюс фотография на память. Это уже как бонус. Единственный вывод из этого фрагмента в том, что иностранный агент Кац зарабатывает на перепродаже мягких игрушек. На том и живет. А вообще из всего фильма расследования выходит, что пропаганда в самом-то деле осознает проблему с иностранными агентами. В случае законодательства об иностранных агентах ярче всего видно столкновение в нашей системе двух логик политической и бюрократической. С политической точки зрения реестр иностранных агентов очень сподручный инструмент, чтобы портить людям жизнь, фабрикуя дела, увольняясь с работы и шельмуя в пропаганде. Не в индивидуальном порядке, а прям списком. С такой базой принять закон о том, чтобы иноагенты теперь должны были ходить на руках, гораздо проще, чем вести две сотни отдельных уголовных дел. Несколько раз в год на иноагентов налагается еще какой-нибудь запрет. На преподавание, на размещение рекламы, что делает их пребывание и работу в России все менее возможными. Но главное, зачем нужны списки врагов народа, это социальная стигматизация. По идее, попадание в такой реестр – это что-то вроде черной метки, это клеймо, которое жертва должна самостоятельно выжечь у себя на лбу. Иноагент обязан сообщать о своем статусе каждому встречному, сопровождать каждое сообщение в родительском чате зловещей припиской «Я зачумленный, от меня нужно держаться подальше». По идее, реестры иноагентов должны выполнять ту же роль, что база данных преступников на сайте полиции – разрушать социальную жизнь. Ведь все соседи знают, кто ты такой есть, и что от тебя нужно держаться подальше. Поначалу так оно и было. Когда первые громкие имена начали попадать в реестр, это становилось большой новостью. Тогда действительно казалось, что государство таким образом с человеком расправилось, минуя те усилия и расходы, которые влечет адресное преследование. Но бюрократическая логика работает иначе. В бюрократической логике, если есть список, то список этот должен расти. В этой логике обязательно возникают люди на зарплате, ответственные за выявление новых и новых агентов зловредного Запада. Когда такой реестр попадает в руки бюрократов, он начинает расти бесконечно и бесконтрольно. Причем в системах типа нашей, где смысл – ничто, а громкий заголовок – все, где каждое ведомство соревнуется в цитируемости, чтобы попасть на стол самому главному начальнику, в таких системах список врагов растет не за счет региональных активистов, а за счет самых популярных и знаменитых людей. Никто не пройдет мимо новости, Андрей Макаревич признан иноагентом. Именно такой заголовок демонстрирует масштаб. Минюст работает и использует дарованное ему полномочия и бюджеты в полной мере. Тут, чтобы порадовать Аркадия Мамонтова, мы прервемся на рекламу. Скоро продолжим. Если вы покинули Россию, то наверняка у вас возникал вопрос, как получить доступ к приложению банка? И к госуслугам налогово и сайту МОСЭНЕРГОСБЫТА? Как и платить счета за оставленную на родине квартиру? Для этого вам нужен хороший VPN-сервис с сервером в России. Такой, как PaperVPN. Его создала команда петербургского медиабумага после масштабной блогировки независимых СМИ на территории России. Серверы PaperVPN есть не только в нашей стране, но и по всему миру. Если вы решили не уезжать, то PaperVPN станет для вас ключом к закрывающемуся интернету. При этом PaperVPN не хранит данные пользователей, не отслеживает трафик и дает подписку на неограниченное число устройств, которые можно делиться с друзьями. По промокоду КАЦ можно оформить любую подписку со скидкой в 10%. Деньги пойдут на зарплаты сотрудников бумаги. Так что покупайте подписку на PaperVPN и поддерживайте независимую журналистику. Продолжаем. Мы говорили, что в нашей системе перечень врагов пополняется самыми популярными и знаменитыми персонами. В результате к настоящему времени российский список иноагентов превратился в доску почета нашего городка. Макаревич, Галкин, Оксимирон, Моргенштерн, Пивоваров, Шульман, Быков, Акунин, Лазарева. Тут есть селебрити на любой вкус, жанр и возраст. Дед в 80-е слушал Бориса Гребенчакова. Отец в 90-е Би-2. У внука на репите стоит монеточка. Ничто эту семью так не объединяет, как плейлисты с композициями иностранных агентов. Дошло уже до того, что если большую знаменитость невосторженных взглядов объявляют иноагентам, широкая общественность реагирует на это единственно возможным образом. А он что, еще не там? Если человек способен собрать стадион без буквы Z на сцене, если может продать книжку не про героев Донбасса, то он как бы уже иноагент. Если пока не реестровый, то уже почетный. Статус определяется не названием. Он определяется теми, кто отмечен таким же знаком. Статуэтка Оскар сама по себе ничего не стоит и никому не нужна. Ее ценность в том, что ты теперь стоишь через запятую с Марлоном Брандо и Томом Хэнксом. Не просто так ведущие вузы гордятся своими выдающимися выпускниками. Ведь диплом, как у пяти президентов и нобелевских лауреатов, стоит десятков тысяч баксов за семестр. Социальная стигма путинской системы – это оказаться в одном списке с нобелевским лауреатом Дмитрием Муратовым. Ну офигеть вообще! Как жить с таким клеймом? Что ж люди-то подумают? По тому принципу, который сейчас лежит в основе реестра иноагентов, вообще-то партии формируют. Но представьте, очень разные люди, очень разных взглядов, возраста, профессий и жизненного пути объединены тем одним единственным признаком, что они против Путина и его войны. Среди них есть мастера, предвыборную программу написать, на митинги выступить, лекции провести, проехать с туром, с концертами. Представьте всех звезд иноагентов на одной сцене. Фестиваль нашествия в его лучшие годы отдыхает. Его пора забыть и не смешить людей. С одной стороны, очень легко понять бюрократию, которые дали простую и быструю внесудебную процедуру. Сложно устоять, чтобы не начать всех подряд запикивать в один мешок, раз запикивать так легко и просто. Но с другой стороны, этой простотой и массовостью они совершенно дискредитировали не фигурантов списка иноагентов, а саму идею списка. Да, включение в перечень остается репрессивной мерой и на практике влечет массу неудобств и проблем. Но с точки зрения социального восприятия, внесение всех подряд в список превратилось в анекдот. Тому есть вещественные доказательства. Если есть необходимость принимать отдельный закон о запрете рекламы у иноагентов, это прямое признание. Российские компании с регистрацией и российскими банковскими счетами не воспринимают иноагентов врагами народа и радостно покупают у них рекламу. Это признание, что у тех, кого государство объявило изгоями, все в порядке с аудиторией. И внимание этой аудитории есть кому покупать. Фильм Мамонтова – это, конечно, попытка государства как-то вырулить из своего пиар-провала. Насытить клеймо иноагента каким-то содержанием и смыслом. Зловещая музыка на фоне должна показать зрителю, что титул иноагента вручается не просто так, что его обладатели последовательно вредят стране и народу. В зале Евангелистической церкви в Берлине проходят вот такие выступления. Народу много, пропаганда работает, слушателям нравится. Слово «вербовать» происходит от немецкого глагола «вербан», что значит «набирать», «агитировать». А еще оно имеет другое значение – заинтересовать, попытаться расположить к себе. Шульман делает это виртуозно. Это не случай, когда один фильм повисает в воздухе. Это явно часть большой информационной кампании, призванной реабилитировать всю свистопляску с реестром иноагентов. Объяснить всем, что это никакой не фарс и не признание выдающихся достижений, не тип госнаграды такой, а список настоящих врагов, которые даже находясь за границей продолжают вредить отечеству. Проблема в том, кого они в этот реестр напихали. Да, под музыку в стиле криминальной России даже вышивание крестиком выглядит как-то преступно. Но вообще-то в эфире федерального канала показали то, что каждый фигурант и сам бы с радостью там показал. Екатерина Шульман на лекции рассказывает о возможности учиться за границей. Я на своем спектакле говорю о том, как Путин внушает гражданам чувство униженности и на нем паразитирует. Картинка подается так, будто отважные журналисты пробрались на закрытые секретные мероприятия, но в реальности они по общедоступным билетам пришли на публичные встречи, где ни один из спикеров не говорил ничего секретного. Очень непросто снимать что-то в жанре true crime о мексиканских картелях, когда тайно записываешь людей, которые не скрываются. Которые стали иноагентами за свою легальную, публичную, общественно-политическую деятельность. Да или даже не общественно-политическую, а просто публичную. А после того, как стали иноагентами, они просто продолжают эту же самую деятельность и все. Проблема информационной поддержки реестра иноагентов ровно та же, что у самого реестра. В нем оказываются люди, на которых принципиально нет компромата. Которые годами и десятками лет жили у всех на виду. Получали награды, премии и признания ровно за ту деятельность, которую сейчас ведут за рубежом. Если хочешь кому-то рассказать, что список иноагентов – это не просто способ произвольно гадить людям, а такой механизм защиты страны от врагов, то неплохо бы сначала самому в это поверить. И вообще понять, что тут к чему. Потому что в твоем разоблачительном фильме злобный враг народа Максим Кац так далеко зашел в своем подлом предательстве, что торгует со сцены плюшевым единорогом. Не плюшевым единорогом, в котором зашит килограмм кокаина или ручная граната для штурма Кремля, а самым обыкновенным, да еще сшитым, поди, в одной из дружественных стран Юго-Восточной Азии. Конечно же, это большая проблема. Иноагенты не стали зачумленными, как планировалось. Даже наоборот, у них растет аудитория, они ездят с выступлениями и продают билеты. Причем делают так даже те, кто никогда в России этим не занимался. Например, я. Государственную дубину так часто пускали в ход, что она истрепалась за состояние мочалки. Никому не страшно быть иноагентом. Совсем наоборот, иноагенты, самые разные люди, которые в обычных обстоятельствах никогда бы не пересеклись, они стали политической сущностью. Парт-билет в настоящую оппозицию за рубежом теперь выдает Минюст. Не для того, а в течение 10 лет законодательство об иностранных агентах росло и ужесточалось, чтобы выродиться в такое посмешище. Конечно же, аппарат пропаганды будет делать все возможное, чтобы этот статус и этот список как-то реанимировать. Мы увидим еще немало сюжетов, где гражданам будут объяснять зловредную сущность знаменитостей, на которых выросло несколько поколений честных журналистов, правозащитников и прочих достойных людей. Вот только есть проблема. Под каким углом ты камеру не размещай, какую музыку не подкладывай, Галкин, Макаревич и Муратов – это все еще лучшие люди страны. А тот, кто пытается придумать на них компромат, все еще хрен с горы. И если уж иноагента стали престижным орденом из-за самозабвенной глупости государства, то сделанного назад не воротишь. Перед финалом ролика хочу еще раз порадовать Аркадия Мамонтова. Мы вновь проведем аукцион по продаже розового единорога, но уже онлайн. Вот этот единорог, участвовавший в записи этого видео, вместе с книгой с моей подписью, отправится к тому моему стороннику, который сделает самое большое пожертвование на деятельность канала сегодня. Если будет ничья, победителей может быть несколько. На собранные средства, если их будет достаточно, мы снимем, наконец, еще одну серию Второй мировой, а то съемки пришлось притормозить после запрета рекламы. Система сегодня такая. Пишите менеджеру по ссылке в описании, сколько вы готовы пожертвовать, и если ваша ставка оказалась победителем, менеджер вам об этом скажет, вы переведете пожертвование, и мы отправим вам подарки. На том самом аукционе во Франкфурте победила, кажется, ставка в 1000 евро. На днях скажу, какая победит сегодня у нас. Еще раз привет Аркадию Мамонтову. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова